Друзья, огромный всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами домашний влог, он такой немножко суетной, предновогодний. Мне нужно сегодня родить ёлку в середину декабря. Вообще, в целом, весь декабрь какой-то постоянно скомканный, все подводят итоги года. Мир сходит с ума, но на самом деле всё, я думаю, что будет хорошо и прекрасно. В общем, если вам интересно такое домашнее видео, то присаживайтесь поудобнее. И давайте будем начинать. У меня сегодня на повестке дня первым делом всё-таки украсить ёлку. Я её вчера кое-как нарядила, вернее, установила, расправила, но у меня ночь постояла. И сегодня я хочу её немножко дополнить декором. Здесь у меня есть вот такие вот с прошлого года нераспакованные бантики. В этом году мне прям что-то очень хочется добавить красного. Так что я вам сейчас поставлю камеру, будем с ребёнком всё это дело украшать, вешать гирлянды и создавать новогоднее настроение. Какие шарики будем с тобой вешать? Какие? У нас тут целая коробка. Сначала гирлянды надо, вот такие прикольные есть. Я, на самом деле, уже много лет не покупаю новые украшения. Ну, давай это тоже повесим. У меня вот эти белые вообще им уже, не знаю, лет тысячу золотистые. Ну, короче, надо сейчас тут с этим всем разбираться. Вот эти деревянные вообще прикольные мне они очень прям нравятся. Укатился, давай. Ты уже приделываешь? Давай сначала лампочки-то повесим. Лёш, о. Ой, ну повесилось. Класс, получилось. Покажу вам ёлку, в общем, она такая большая. С прошлого года я инвестировала, можно сказать, в неё. Где какой щелый? Очень красивый, Лёш. Можно я скажу кое-что? Какое что? Какое что скажу. Она 2 метра, по-моему, или метр 90, что-то в таком стиле. Какая-то гипоаллергенная. Ну, я, честно говоря, в это не особо верю. Но выглядит она прикольно, как настоящая такая пихточка. Ну, естественно, это пластмасса. И состоит из двух частей. Давай, помогай мне размашивать. Слышишь? Давай, давай, пью, скоти. Это будет красиво, будет, будет красиво. Очень красиво. Будет это быть сетя. Будет это помочь сетя. В общем, все на один угол, да, повесил, Лёш? Лёша, не повесил. Ну, ещё не повесил. Так ты встань в полный рост. Мне уже вот так нравится. Я бы, наверное, вообще никакие украшения не весила. Единственное, что вот эту штуку, конечно, силиконовую бы. Призакрыть немножко игрушками. В общем, добавляем красного. Лёша там уже на низ повесил все, которые были. Белые шарики. Ну, кстати, в том году у Лёши был вообще не в восторге от ёлки. И он, я ему показывала эти шарики, он не въезжал, что надо украшать, вешать на ёлочку, на веточки. А сейчас вообще нормально. Соображает. Тут сам достает из коробки. Правда, всё на одно место переделывает. Но ничего страшного. Я потом немножко исправлю. Вот как старается этот мальчик вообще. А у Лёши отгонки. Да, у Лёши. Да, у Лёши. Да. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки, ребята, всем огромный привет! Снова наступил уже другой день Через день Елка наряжена стоит Потом у нас была пижамная вечеринка с подругами И как-то я так плавно всю съемку свою отложила начатого влога Но думаю, что ничего страшного Сегодня продолжим Пока что я одна дома и у меня есть Время с вами поболтать немножко Попозже покажу вам покупки одежды с Ля Ри Дуд Мне недавно пришел заказ Но я делала его еще в ноябре В эти скидочные дни Когда была черная пятница Потом киберпонедельник Или что-то в таком стиле Но в целом это все очень удачно получилось Мне все подошло по размерам И по ценам все прекрасно и демократично Единственное, что у меня одежда Немножко не по сезону Потому что это была уже скидочная коллекция И там у меня пальто, которое на осень, на весну Несколько штук, кое-какие аксессуары В общем, попозже вам все подробно расскажу, покажу Ну а сейчас я буду еще проявлять свои кулинарные способности Пока у меня Леша в саду Вместе с вами это будут необычные Сразу говорю маффины Вообще я хотела приготовить Типа песочных таких печенек В виде елочек Но у меня таких форм не оказалось Поэтому мы будем обходиться тем, что есть Так что, если вам интересно То добро пожаловать еще раз И давайте будем уже приступать к делу Покажу вам У меня тут на кухне случилась незначительная перестановка Микроволновка переехала на правый шкаф Вот туда Раньше она стояла вот здесь И здесь получалось, что вообще нет места Я, конечно, не супер много готовлю дома Но все равно даже мне этого кусочка не хватало Теперь я здесь решила, что лучше пусть будет удлинитель Там его, в принципе, не видно Пустила понизу Потому что где сейчас стоит микроволновка Там нет розетки Это, конечно, основная проблема Но ничего страшного Главное, что сейчас микроволновка прекрасно стоит Мне не мешает А здесь образовалось место для того, чтобы здесь что-то готовить Резать на досочки Можно даже мясо отбивное делать иногда В принципе, здесь вполне такой нормальный, свободный кусочек Расскажите, как у вас дела обстоят Я тут вижу у всех ажиотаж перед Новым годом убираться У меня на самом деле нет Я только хочу холодильник протереть Коврики, которые у меня там лежат Потому что у меня и так чисто И этого достаточно Но я прям вижу, что у всех там планы Отгенералить квартиру и так далее Ну, я не знаю Я не придерживаюсь такого Что нужно сначала все просто пачкать Невероятно, чтобы потом к какому-то поводу Типа Нового года взять И полностью все два дня отмывать Итак, я хочу приготовить зеленые маффины с чаем мачо Мне понадобится, собственно, сам чай И для начала нужно смешать муку Порошок мачо и соду И все это перемешать Вы знаете, что я очень люблю простые рецепты Чаще всего все прекрасно с ними получается Быстро и вкусно и без лишних заморочек Далее у меня в другой емкости Сливочное масло Нужно добавить сахар Все это размешать И потом добавить два яйца И тоже все очень хорошо перемешать Еще сегодня буду вот такие вот шоколадные капли использовать в первый раз На самом деле интересно просто мне, что получится Это не совсем по рецепту Но я просто хочу их добавить внутрь Чтобы была такая прикольная шоколадная начинка Далее добавляю молоко И сейчас уже буду эти две смеси соединять между собой Вот такое вот у меня тесто цвета мачо получилось И добавляю еще шоколадных капель для начинки Ну что, раскладываю по формам И отправляю в духовку на 20 минут Еще забыла сказать, что сверху можно украсить У меня дробленый орех кешью сырой Чисто так, для красоты В общем, вот так получилось у меня Кстати, очень даже вкусно Мачо придает такой терпковатый Немножко привкус Ну, прям совсем слегка И получились такие забавные зеленые Теперь про одежду И начнем с верхней Самое первое, что я хочу вам показать Это бушлат в клетку В которой я просто влюбилась и по картинке И то, как он на мне сел Он средней длины Здесь два накладных кармана И двубортная застежка Этот вариант облегченный Скорее на прохладное лето Либо на теплую осень Мне нравится, что он достаточно универсальный В серый, в клеточку Можно его сочетать с любыми практически базовыми вещами И делать разные образы У меня размер 38 французский На 44 российский Но именно эта модель Модель оверсайз У нее покатый рукав И он такого достаточно свободного кроя Второе пальто тоже на осень Черное удлиненное Здесь двойная планка на пуговицах И это возврат к старой доброй классике Которая будет актуальна всегда Мне нравится, что здесь пиджачный воротник Стойка Такой большой Объемный И застежка на пуговицах Рост у меня 176 см И это пальто мне чуть ниже колена Далее взяла вот такие прямые базовые джинсы Из плотного денима Они такие темно-синие Приближенные к черному Мне нравится крой Они не очень широкие И при этом они прямые На высокой посадке Вообще мне кажется, что на осень И на зиму подобного плана Прямые джинсы Это просто must have Это то, что нужно иметь Потому что это не просто Красиво, стильно Но и при этом очень удобно И практично Вторые джинсы у меня тоже прямые С видимой застежкой Но уже серого цвета Они тоже удобного кроя Высокая посадка Но именно эта модель Является укороченной Особенно по сравнению с предыдущими Вообще я очень люблю джинсовые изделия С видимой застежкой Мне нравится, когда есть Такие незначительные детали При этом это функциональная деталь И она придает такую некую женственность Этим самым обычным серым джинсам Теперь перейдем к домашней одежде Я себе взяла два комплекта Первый это вот такая вот пижама Из сатина Но она больше похожа на домашнее платье Здесь длинный рукав Серый приятный жемчужный цвет Это такой струящийся сатин Очень здорово он выглядит И удобен в носке В составе здесь сатин и эластан По краешку здесь отделка белой контрастной бейкой И имеется один нагрудный карман И второй комплект Это вот такая вот нежно-розового цвета пижама Тоже из сатина Тоже с нагрудным карманчиком Здесь брюки прямого кроя И кофточка с длинным рукавом Вообще ткань очень нежная Приятная, струящаяся Естественно за ней нужно тоже Должным образом ухаживать Либо в ручном режиме стирать Просто руками Если же машинная стирка То это 30 градусов И деликатный режим И тогда вещи будут очень долго вас радовать Все ссылочки на эти товары Будут обязательно в инфобоксе И также для вас я оставлю промокод На дополнительную скидку Абсолютно на весь ассортимент Так что если вы заинтересовались Если вам что-то нужно То успевайте Пользуйтесь промокодом И получайте дополнительные бонусы И последний пункт моего заказа Это вот такой вот ремень в мужском стиле Мне он нравится за свою лаконичность Это стопроцентная кожа Здесь нет абсолютно ничего лишнего Мне нравится как он выглядит И дополняет даже обычные синие джинсы Он полностью универсальный И абсолютно вне моды Ну что ребят На этом сегодня буду заканчивать И с вами прощаться Я уже побежала за сыном в детский сад Желаю вам по-прежнему очень крутого Новогоднего рождественского настроения И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok